Я приветствую вас всех уже в студии программы Кефир на телеканале Кеймус. С вами я, Джема Усмонова. Буду в течение целого часа, поэтому добро пожаловать к нам. Наш номер 592001. Мы разыгрываем приятные призы. Это два билета на закрытый показ нового корейского кино. Я чуть позже расскажу вам, что это будет за кино, но тем не менее, я думаю, это повод лишний раз приобщиться к нам, послушать наш интересный диалог с гостями, а также задать интересующие вас вопросы и высказать свою точку зрения. Доступен наш телефон, как я сказала ранее, также во всех социальных сетях. Есть наши официальные страницы, где также вы можете оставить свои комментарии и, собственно, все темы, которые будут подняты вами, также будут озвучены в рамках нашего прямого эфира. Дорогие друзья, напомню, что спонсор нашей программы – компания Шоро, родниковая вода, легенда. Также нашим партнером является холдинг Ассоль. Кстати говоря, в холдинге Ассоль открылось брачное агентство, в которое вы можете обратиться и найти свою вторую половинку. А также проводится кастинг на конкурсе Мини и Мисс Кыргызстана. Поэтому, дорогие друзья, мы будем ждать вас всех в рамках нашего прямого эфира. А говорим мы сегодня на очень интересную тему. Я думаю, что все из вас слышали про такое понятие под названием йога. И именно будем говорить сегодня в частности про мантра йога, а также про другие виды йоги. И сегодня у нас в гостях, я уже начну представление наших гостей, Иларион Звягинцев, мантра йог. Здравствуйте, Иларион. Также с нами Рухидин Асанов, преподаватель йоги. И, мало того, я узнала, что вы по профессии являетесь математиком. Очень приятно вас видеть сегодня. Ранее мы снимали сюжет, и я даже сама была участником одного из занятий. Очень был интересный эксперимент в моей жизни, могу сказать. Хорошо, сейчас давайте поговорим более подробно про йогу. Откуда вообще берет начало для тех людей, которые, возможно, не слышали, не знали, и им интересно. Кто у нас? Иларион, наверное, лучший рассказчик. Рухидин. Хорошо, Рухидин, вам слово. Ну, само понятие йога, оно слово санскрит. То есть из такого древнего языка происходит там корень юдж. Юдж означает связь. И это понятие, оно предназначено для того, чтобы каждый человек смог связать себя с источником изначального счастья. Можно вот так. Каков же он источник изначального счастья? Ну, очень трудно его определить, но очень легко понять, где он находится. Хорошо. То есть легче начать с того, что он находится в сердце каждого живого существа. Мы знаем, что йога все-таки имеет религиозное начало и непосредственно относится к индуизму. Расскажите, пожалуйста, вот именно те курсы, которые вы преподаете, те занятия, в которых вы участвуете, пропагандируют ли какие-то религиозные начала? Ну, на самом деле изначально это, ну, скажем так, понятие, в йоге нету понятия религии. То есть как в общепринятом смысле этого слова, как вот обычно мы понимаем. То есть это лишь корни? Нет, просто можно и так сказать, но идея в том, что на санскрите слово такое тхарма называется. Тхарма. Что же означает? Тхарма, она не переводится как религия, хотя иногда ее там, ну, в западной литературе переводят как религия. На самом деле в других языках нету такого понятия, как тхарма. Это то, что неотделимо от души, понимаете? Это качество, свойство души. Например, свойство огня — это быть горячим или как бы светиться в ночи. Вот точно так же душа, ее тхарма — это любить и служить бескорыстным образом. Хорошо. То есть в этом идея и вот в этом контексте можно рассматривать йогу, но это не просто религия какая-то, знаете, конфессия. Ну, вы знаете, до недавних пор я относила йогу именно к категории спорта, то есть некое такое увлечение для души, для тела, как говорится. Но, как я вижу сейчас, это намного более глубокое философское понятие. Иларион, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь йогой? Йогой я занимаюсь три года. Все началось с того, что йогой начал увлекаться мой брат, живущий в Москве. Он мне немножко рассказал. И, честно говоря, я не думал, что после его рассказа я смогу вдохновиться так, чтобы найти йогов здесь, в Бишкеке. Я вообще не знал, что у нас это развито. Но три года назад так случилось, что приехал Владимир Слепцов, очень известный йог из России, из Омска. И он давал семинар очень большой. После этого семинара все в моей жизни переменилось. Улучшилось здоровье, стало лучше с ощущением вот этого внутреннего счастья, больше умиротворения появилось. В конце концов, я пришел к такому методу, как мантра-йога. Давайте теперь уже, раз уж мы перешли к мантра-йоге, к непосредственной нашей теме, Расскажем, что такое мантры и что такое мантра-йога, и что пропагандирует, можно сказать так. Иларион, расскажите более подробно, пожалуйста. Мантра. Мантра — это самый чистый звук, который только может быть. Во всем мире. Да. Слово «мантра» происходит от двух составных слов. То есть «ман» — это «манас», «ум» и «траяте» — это «освобождение». То есть цель повторения мантр, звуковых сочетаний, определенных данных нам авторитетом, авторитетом вед. Цель — освободить ум. От чего? От чего, да. От наших бесконечных желаний, от побуждений нашего непоседливого ума, которому хочется то того, то этого, то еще чего-то третьего. А почему же отказываться от всех своих желаний, не могу понять? Почему мы должны отказывать себе от каких-то своих желаний? А в том-то и дело, что начав практиковать йогу, эти желания, они никуда не исчезают на самом-то деле. Просто они находят свое гармоничное место в пространстве нашей жизни. Хорошо. Вот расскажите, пожалуйста, какие запреты, может быть, имеются для людей, вовлеченных в йогу, что нельзя, может быть, скажем, употреблять алкогольные напитки, нельзя курить сигареты и так далее и тому подобное. Может быть, еще какие-то более необычные есть запреты? Запреты — не очень подходящее слово, на самом деле. Просто так как мы говорим об освобождении ума, то истинная свобода, она возможна только там, где есть определенные принципы. Потому что беспринципность нам свободы не дает, беспринципность она только порабощает нас. Вот. Соответственно, есть принципы. Это даже не отказ, это сознательный выбор в пользу лучшего. Вот. И, например, йоги, это общепринятые, ведут образ жизни, лишенный, например, скажем так, таких, можно сказать, общепринятых вещей, как, например, употребление в пищу мяса. Вот. То есть йоги мясо в пищу не употребляют. Почему? Принцип… И вы также не употребляете мясо. Принцип йоги. То есть вы вегетарианцы. Да. Или это имеет другое название какое-то? Ну, да, вегетарианцы. Хорошо. Я хотела бы еще раз отметить, кто у нас сегодня в гостях. Вдруг телезрители включили телевизор и не понимают, о каких тут принципах, запретах идет речь. Сегодня мы говорим, дорогие друзья, про йогу. Как оказалось, и как я могу отметить, что к моему великому удивлению, йога – это не просто спорт, это целая философия, которая имеет богатейшую историю. И, в частности, говорим про мантра йогу, хотелось бы услышать и ваше мнение на этот счет, потому что на самом деле услышала мнение многочисленное, что курсы по йоге напоминают секту. Кто-то говорит, что, наоборот, эти занятия прививают, можно сказать, любовь к жизни, гармонию души и тела каждому человеку придают. Поэтому хочется услышать ваше мнение, уважаемые телезрители. 59-2001, телефон прямого эфира. Также на Фейсбуке, на Одноклассниках, в Инстаграме и в других социальных сетях можно оставить нам комментарии. Мы будем вас всех ждать с глубочайшим нетерпением. А сейчас предлагаю просмотреть рубрику «Опросы» и все-таки услышать мнение наших граждан о том, что же такое йога для них. Йога для меня очень много. Я вот недавно начала заниматься йогой, мне очень нравится, поэтому я думаю, я не брошу это. А как вы думаете, как найти гармонию с собой? Начинать заниматься йогой. Гимнастика, работа над собой. А вы сейчас занимаетесь собой йогой? Я когда-то в лет 14-15 гимнастикой занималась. Наверное, человек каждый сам приходит. Сам для себя решает, надо ему это или не надо. Йога — это духовная практика, когда человек работает над собой. Но йоги тоже разных видов бывают, и очень тоже надо быть осторожным с этим, чтобы не заблудился человек. Нужно духовного наставника обязательно. Для меня это такая тема, далекая. Поэтому не знаю. А вообще как нужно найти гармонию с собой? Не знаю. Когда находишь душевное равновесие, тогда и гармония приходит. Йога? Вы знаете, йога для меня — это религия. Конечно, если есть там что-то такое, вот там хорошие упражнения в йоге и очень полезные. Но если зайти глубоко в йогу, то лучше в неё не лезть. Можно куда-то улететь. Куда? Вон туда или туда. Никто не знает. Йога? Не знаю. Говори. Ну, это такой спорт для спокойствия, для своего организма. Ну, это как бы такой спорт очень хороший, как бы сказать, не могу свои мысли выразить. Как ещё можно сказать? Йога — это как эластичный спорт для своего тела, чтобы как бы быть в более, ну, да, в какой-то красивей стране, да. Пусть дальше она допомнит. А, нет, да, всё-всё. Дорогие друзья, таким образом мы услышали мнение от наших граждан о том, что же такое йога в их понятии. Как мы видим, это абсолютно разные мнения, противопоставляемые друг другу. Кто-то говорит, что да, это действительно здорово, заниматься йогой нужно в целях нахождения духовного равновесия. Кто-то говорит, что не стоит глубоко всё-таки копать данное ремесло. А вы, дорогие телезрители, также можете присоединиться к нам, если мы не успели вас поймать на улицах нашего города. Телефон прямого эфира 59-2001. Говорим мы про йогу и также, в частности, говорим про мантра-йогу. Иларион Азвягинцев сегодня с нами мантра йога. А также Рухидин Асанов, преподаватель йоги, уже с достаточным количеством опыта. Вот говорят, индуисты полагают, что это определённая манера речи, даже можно сказать. Вот те звуки, которые вы передаёте, когда читаете мантры вслух, отпеваете. Можно ли вообще отнести это к такому отдельному языку вообще? Да, да. Ну, вообще, йоги, они говорят, что есть только один язык во всём мире. То есть, ну, обычно мы знаем, что есть много языков, там, кыргызский, русский, английский ещё какие-то. Но есть только один язык, это язык нашего сердца. То есть, я это вот плохо понимал, пока не поехал в Индию. То есть, в Индию приезжаю, и заходишь в магазин, допустим, за специями, и не знаешь хинди. Ну, что-то говоришь на кыргызском, на русском. Зачем? Затем берёшься за сердце, и они тебя начинают понимать. Даже можешь и не браться, но как-то вот, когда вот они понимают, эти люди, они живут, знаете, с молоком матери. Впитали в себя эту культуру, и они могут понять вас. То есть, и на самом деле, это способность есть у каждого живого существа. То есть, это, и она, этот язык, он очень мелодичный. То есть, говорится так. На самом деле, наше сердце всегда поёт, всё время. А вы говорите про язык сердца. Да, я и говорю. Хорошо. Сейчас вот у меня к вам просьба есть такая. Мы сегодня разыгрываем два билета в кино для наших телезрителей. И, может быть, есть какой-то вопрос из истории, связанный с йогой, который мы можем задать нашим телезрителям. И за правильный ответ мы подарим эти два билета. Какой вопрос может задать? У тебя, может, идеи какие-то? Что-нибудь такое необычное? Пусть скажет, что такое, как переводится нирвана? Как переводится нирвана. Да, это знакомое слово. Я думаю, это несложный вопрос. Санскрит. Это санскритское слово. Оно не только в йоге. Его не куртка Бейн придумал. Да, его не куртка Бейн придумал. Хорошо. Как в переводе... Как в переводе санскрита... Санскрита будет слово нирвана. Уважаемые телезрители, ждем ваших ответов по номеру 5920-01. У нас сегодня на кону два билета в один из кинотеатров на закрытый показ кино. И это очень даже интересный фильм. Премьера его состоится завтра. Точное название я не помню. Но, тем не менее, кино обещает быть очень интересно. Поэтому дозванивайте до нас в 5920-01, номер нашей студии. Сейчас мы поговорили уже про йогу в целом, про данное понятие. И также немножко про мантра йогу. Я думаю, чуть позже мы покажем сюжет о том, как проходит занятие, собственно, по мантра йоге. И наши телезрители уже поймут более обширно, что же это такое. Вы сегодня принесли реквизиты с собой. Вы принесли книгу, называется «Наука самосознания». Расскажите более подробно, что это за книга такая. «Наука самосознания» — это книга Ачеба Активиданта Свами Прабхупады, известного учителя. Прямо как сороковорка. Да, да. Индейские имена, они торжественные, они звучные. Тем более имена людей такого уровня йогов, высшего разряда. Это личность, которая принесла знания о ведах в страны Запада, откуда оно попало к нам. И вот «Наука самоосознания» мы можем посмотреть на обложке. Тут внимательный зритель может рассмотреть изображение атома, а в центре атома мы видим такую фигурку. Так вот эта фигурка — это параматма, сверхдуша. Это проявление абсолютной истины, которое живёт в сердце каждого живого существа и при этом в центре каждого атома ещё. Хорошо. Представляете? Мне пока это сложно себе представить. Вот на картинке, да, я вижу. На самом деле. На самом деле, да, это, может быть, немного неординарное понятие, потому что, как оказалось, йога — это не просто спорт. Хорошо. Раз уж мы заговорили про йогу как про спорт, давайте более подробно расскажем, какие правила есть как у спорта по йоге. Иларион, расскажите, пожалуйста. Ведь позже мы даже продемонстрируем несколько упражнений. Да, мы постараемся. Ну, на самом деле, если брать хатха-йогу, то, что обычно представляется нам, когда мы слышим это слово «йога», то эта практика, она начинается с очень интересных вещей. Это опять-таки те же самые принципы. То есть принять благоприятное, отвергнуть неблагоприятное. То есть практика йоги, она начинается, по сути, с того, что мы просто начинаем, например, рано вставать до восхода солнца. Как-то вот требуют йогические принципы. Это очень полезно для здоровья. Вот. Далее мы подходим уже к такому уровню, как практика асан. Это определённые положения тела. Асана, вот можно однокоренное слово, такое русское, осанка, да, вот, подобрать. И асана — это удобное положение тела. То есть вот всё, что мы видим, например, там, на фотографиях где-нибудь, или видео, смотрели где-нибудь по телевизору, в каких-нибудь таких необыкновенных положениях, и вот представьте, йогу в них удобно. Вот. А, даже. И комфортно, да. То есть цель практики асан заключается в том, чтобы физическому телу было комфортно в любом, собственно говоря, положении. Вот. Для чего эта практика нужна? Она нужна для того, чтобы перейти на следующие ступени. Там уже начинается работа с дыханием, вот, и так далее. И потом медитация. Медитация — это уже следующая ступень. Да, это уже самые высокие ступени. И вот как раз-таки заканчивается медитация для самых успешных йогов тем, что они начинают видеть сверхдушу в своём сердце. Вот так вот. Как они её видят? Вот вы свою сверхдушу увидели? Нет. Нет? А почему? Нет. Дело в том, что сейчас такая эпоха, вот, представьте себе, она астрономическая эпоха, вот, неудачная она для практики йоги. Почему неудачная? Для вот этой вот восьмиступенчатой йоги она неудачная. А что же нужно сделать, чтобы увидеть свою сверхдушу? Может быть, нужно в Индию отправиться. Вот вы там побывали, увидели там сверхдушу? Свердушу? Или людей встречали, которые увидели, проглядели в себе сверхдушу? Как это, есть такой знаменитый персидский философ, Баязидин Бистами. И вот он говорил, я в молодости хотел изменить весь мир, но у меня потом не получилось. Потом я опустился, решил изменить только свою страну. Ну, не устраивало меня, но у меня моя страна, но тоже ничего не получилось. И тогда я решил изменить свою семью, ну, родственников своих, потому что семья не всегда идеальная, как это, не прискорбно. И тоже не получилось, и в конце концов я понял, что надо было вот себя изменить, посмотреть в своё сердце, то есть начать оттуда, но было уже поздно. Пока раздумывал. Да, и вот как вот Иларион, я просто пытаюсь продолжить мысль Илариона, что вот эта йога, которую он написал, она работает, но она работает для людей с очень высоким уровнем самореализации. Таких людей сейчас нету, ну, условия не те. То есть такие люди рождаются где-то в лесу, в Гималаях, да, всю жизнь не выходят оттуда, не видят вот эти все огни ночного города, так скажем. Вот, поэтому... То есть, живя в большом городе, мы не способны дойти до этой высшей ступени? Это очень сложно, потому что сама экология города уже, например, в городе нельзя про наэму практиковать. То есть в городе загрязнённую... Что нельзя практиковать? Дыхательную технику. Хорошо, вот, вы знаете, всё-таки мы нечасто посещаем ваши курсы, поэтому если мы какой-то термин произносим, давайте будем отдавать разъяснение, потому что я-то пойму, вот телезрители, они уверены, что они разберутся. Сейчас давайте просмотрим нашу рубрику, у нас есть рубрика под названием «Кейфото», после которой мы продолжим нашу беседу про йогу. И напомню, что у нас на кону два билета в один из кинотеатров сети «Синематика», поэтому дозванивайте до нас, завтра будет закрытый показ одного из интереснейших кино. Поэтому мы будем ждать ваших звонков. А главный наш вопрос... Сейчас наш гость ещё раз озвучит. А как переводится с санскрита такое понятие, как нирвана? Хорошо, как переводится такое понятие, как нирвана, повторюсь я ещё раз. Если вы знаете ответ, звоните нам, за правильный ответ мы дарим два билета в кино. Сейчас рубрика «Кейфото», мы после этого вернёмся в студию. Синематика «Кейфото» Синематика «Кейфото» Продолжаем наш эфир, заряжаем вас положительными эмоциями. Мы, конечно же, ждём ответной реакции и от вас, уважаемые телезрители, так как специально для вас подбираем самые интересные темы для эфиров. И одна из таковых и весьма полезных даже можно добавить — это йога, так как йога развивает вас не только спортивно, а также и духовно. Говорим сегодня в частности мы про йогу, про течение йоги, точнее. Называется «Мантра йога». И если есть у вас какой-то опыт в данной области или, может быть, интерес к йоге, то можете присоединиться к нам по номеру прямого эфира 59-2001. Разыгрываем мы два билета. Узнала я, наконец-таки, как называется этот фильм «Призрак души». Это корейская страшилка, ужастик. Я лично не пошла бы, боюсь, честно говоря. А если вы являетесь любителем таких вот экшн-фильмов, то можете позвонить нам, ответить на наш вопрос. Напомню, вопрос наш звучит следующим образом. Как в переводе с аскритом будет слово «Нирвана»? Все правильно. У нас телезрители есть на связи. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Говорим чуть погромче. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Анвар. Анвар, очень приятно. Ты хотела на наш вопрос ответить. Да, хотела на ваш вопрос ответить. Слушаем тебя. Нирвана с аскрита переводится как «центральное понятие религозной философии буддизма», а также «джайнизма», означающую высшее состояние, конечную цель духовного стремления человека. Ага. Википедия, это так. Залучила ли с Википедии, зачитала, признайся честно? Да. С Википедии? Да. Хорошо, ладно. Спасибо большое за ответ. Анвар, есть ли ты еще на связи? Расскажи нам, пожалуйста, интересуешься ли ты йогой? Нет. Нет? А интересно? Интересно узнать, да. Хорошо, тогда смотри нашу программу до конца. Спасибо большое Анвару. Все-таки, оказывается, легкий был вопрос, так как в современном время в интернете можно найти все. Тогда давайте сделаем следующим образом. Анвар постарался, позвонил нам, но мы не будем отвлекаться и от других телезрителей, которые могут задать вопрос или выразить свое оригинальное мнение. Может быть, другому телезрителю мы подарим билеты. Два билета на кону на фильм «Призрак души». Завтра состоится закрытый показ данного кино. Если хотите попасть туда, то позвоните нам, задайте вопрос или выразите свое мнение по поводу нашей темы. Напомню, что Иларион Звягинцев, а также Рухидин Асанов сегодня вместе с нами. И мы уже поговорили, в частности, про общее понятие йоги. Еще хотелось бы узнать у вас, вот сейчас лежит такой вот инструмент интересный, что это такое, лежит рядом с вами, Иларион. Рядом со мной находится замечательный индийский барабан под названием «Мриданга». Мриданга. Что означает слово «Мриданга»? А вот об этом лучше расскажет Рухидин. Мриданга, ну, честно признаться, я не знаю точного перевода. Но это инструмент вообще в Индии, это считается, что это флейта. То есть на самом деле, если правильно научиться на ней, то можно извлекать звуки словно из флейты. То есть эта флейта просто в такую форму приняла, потому что иногда живые существа, ну, не только живые существа, они хотят менять свою форму. Деформируют, в таком слове. Вот, и когда они переполняются, обычно это происходит от избытка эмоций. То есть когда истинные эмоции, они в сердце переполняются. И вот флейта однажды, она преисполнилась в любви к Богу, и она приняла такую форму. То есть это инструмент такой, благодаря которому обычно воспевается слава изначальной причины всех причин, нашего господина. То есть я хочу сразу отметить такой момент, что наш господин у всех один и тот же. Подобно тому, как собака, она может узнать своего хозяина в любой одежде, точно так же истинный йог, настоящий слуга Бога, он узнает Господа в любой религии. Всё, отлично. Хорошо, то есть нет определённого имени, каждый для себя ищет. Да, есть определённое, но, скажем так, любое имя Бога, оно подходит для… Ну, с учётом того, сколько в индуизме, правильно говоря, богов, я думаю, сложно будет ответить на этот вопрос. Очень большое количество богов насчитывается. Хорошо, Иларион, пожалуйста, не могли бы продемонстрировать нам о том, как играется, какие звуки издаёт данный инструмент? Да, сейчас как раз у нас не только мриданга, у нас ещё есть вот такие вот медные тарелочки, короталы, вот. Зачем они нужны? Вот, они нужны для того, чтобы помогать мриданге. Вот, и… Давай в блоке, огород, интересно. Да, да, да. И звук, который издают эти медные тарелочки, он обладает очищающим воздействием, то есть атмосфера очищается, все барабашки, там, злыдни разбегаются во все стороны. Вот, и… Да. И не остаётся ничего. Значит, нашей студии не осталось, я этому рада уже. Тут и не было, мне кажется. Хорошо, покажите нам, вот, какие звуки издаёт. Угу. 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 Ой, как здорово, какие приятные звуки. У нас есть специальный сюжет, как я говорила ранее, подготовленный. Мы с вами побывали на одном занятии, вернее, я и Иларион, Иларион там превосходно пел. И хочется всё-таки отметить, что данные занятия интересуют людей. Ведь, Иларион, согласитесь, когда мы были на занятии, огромное скопление людей было вокруг нас, всем было интересно, чем же таким люди там занимаются. Если вам интересно, уважаемые телезрители, то вашему вниманию представляю специально подготовленный сюжет на тему «Мантра-йога». Одним из известных способов достижения полной гармонии души и тела является йога, в течение которой насчитывается великое множество. Мы же хотели бы рассказать вам о мантра-йоге, заключающейся в воздействии на энергию посредством особых звуковых вибраций. Существует много разновидностей мантр, при произнесении которых тело резонирует с частотой. Сочетание их звуков и ритма благоприятно воздействует на сознание и духовное состояние человека. Расслабьте плечи. В буквальном смысле расслабляйте затылочную часть мозга. Заинтересовавшись мантра-йогой, мы решили испробовать ее на практике. Для пущего эффекта в качестве площадки для занятия мы выбрали свежую природу. Наш урок начался с медитации под поющую чашу, звуками которой искусно управлял йог Субал Чатаркулов. Если мы практикуем медитацию, чтобы вы могли сосредоточить ум именно на звуке, звук поющей чаши и звук, который мы произносим. Звук ом считается вообще таким звуком Вселенной. В философии йоги описывается, что этот звук пронизывает каждый атом во всей Вселенной. Все твердые предметы, звук, наше тело, все эти атомы вибрируют этот звук. Также в философии йоги описывается, что этот звук представляет Бога в форме звука, ом. Когда мы на него медитируем, наш ум расслабляется, то есть отпускается напряжение. Мы знаем, что разные звуки, они влияют по-разному на наше сознание. Если взять слово «мантра», оно означает «ман» — это ум, а «тра» — «трая» — это освобождение. То есть когда мы медитируем, наш ум освобождается от ненужных мыслей, от напряжения. Очень много как бы в подсознании разных картин, они все время всплывают. И вот сейчас мы на практике с вами можем попробовать, как этот эффект на нас влияет. После завершения медитации мы перешли к одному из основных элементов мантра йоги — к пению звука ом. Мантра ом называется биджа-мантрой мантра семя, мантра семечка. В ней заложены все мантры, которые только существуют. Имеются в виду истинные мантры. И одно из развитий мантры ом, можно сказать, прямое развитие, магистральная линия — это 12-сложная мантра ом намо бхагавате васудэ вая. Ее приблизительный перевод звучит так. Ом — это абсолютная истина, намо — выражаю почтение, бхагавате — обладающему всеми достояниями, и васудэ вая — это проникающему всюду. Собственно говоря, сейчас мы эту 12-сложную мантру постараемся пропеть в таком порядке. Вначале один раз пою ее я, потом мы все вместе. Ом намо бхагавате васудэ вая. Ом намо бхагавате васудэ вая. Достигая совершенства в практике йоги, подобно музыканту, мастерски владеющему своим инструментом, вы можете извлечь из нее радость, исцеление и чувство сострадания. Внутренняя гармония – вещь неосязаемая, но тем самым ничем не уступающая материальным ценностям. Ведь обогатившись ею, вы точно перестанете обращать внимание на повседневные неурядицы и проблемы. Уважаемые друзья, сейчас вы познакомились с тем, как проходят занятия по йоге, в частности, по мантра йоги. И сейчас мы хотим вам также продемонстрировать, уже непосредственно говоря про общее понятие йоги, о том, какую пользу несет в себе йога и какие есть позиции основной йоги, если вы до этого не ходили на данный курс, я думаю, вам будет, безусловно, очень интересно. Напомню, что сегодня с нами Иларион Звягинцев, мантра йога, а также Рухидин Асанов. Сейчас Иларион уже подготовил место для того, чтобы показать нам позиции. Иларион, прошу вас. А Рухидин, я думаю, в это время может рассказывать более подробно, что у нас будет показываться Иларионом. Ну, сейчас Иларион будет показывать комплекс древний такой, он называется Сурья-Намаскар. Сурья-Намаскар. Да, Сурья переводится как Солнце. Намаскар – это приветствие. И этот комплекс обычно выполняется утром на восходе солнца. И он благоприятно воздействует на весь организм. Потому что, ну, например, имеет такой эффект, как разогревающий эффект. То есть, например, зимой её благоприятно делать. Человек будет в тонусе ходить. И, как мы видим, этот комплекс, он очень прорабатывает глубоко позвоночник. То есть это общепринятый факт, что от состояния позвоночника зависит всё наше здоровье человека. А это обязательно утренний ритуал, можно так сказать? Можно и так сказать. То есть есть разные версии выполнения. Есть более облегчённые версии, есть более глубокие версии. Я поняла, каждая позиция несёт в себе какую-то смысловую нагрузку. Ну, вообще-то, да. То есть, например, вот сейчас он в такую так называемую позу крокодила уже перешёл на позу кобра. Каждая поза, она определённым образом влияет на различные чакры, которые есть в организме. То есть они находятся вдоль позвоночного столба. И у мужчин эта чакра, эти чакры, их всего 7 у человека, они крутятся в правую сторону. У женщин они крутятся в правую сторону. Хорошо. То бишь для женщин имеется отдельный курс упражнений? Нет, имеется в виду, что вот это упражнение, оно благоприятно воздействует как для женщин, так и для мужчин. То есть у мужчин чакры лучше, скажем так, работают. А вот правда, что во время занятий йогой нельзя разговаривать вообще? Ну, нежелательно, потому что мы пытаемся не просто встать в какую-то, знаете, гимнастическую позу. Мы пытаемся работать со своим умом. А вот сейчас Иларион застыл. Почему? Это он приводит, во-первых, ну, как бы более физическое положение, что он приводит в порядок свой организм, ну, имея свое дыхание. То есть он сейчас со стороны кажется, что это, да, что это может быть легко сделать, но когда делаешь, у тебя именно внутренние организмы. Сейчас он, по-моему, да, он сейчас в Гаруда Асану, так называемый. Что такое Гаруда Асану? Это такая поза Гаруды. Гаруда была, не была, является царем всех птиц. Сейчас Иларион изображает Гаруда Асану, образ птицы. И вот она благоприятна. Это какая-то священная птица. Да, она на самом деле священна. То есть такая необычная птица. Ну, да, это, наверное, нужно непосильно тренироваться, чтобы так простоять в течение нескольких секунд. Ну, это, да, требует определенной практики. Ну, все дело в практике. Теревизори наши пусть учатся сейчас, смотрят и повторяют дома. Это Асана очень благоприятно сказывается на репродуктивной системе. То есть в целом, как мы видим, поскольку надо держать равновесие, то мозг тоже в это время выполняет свою долю. Это такой, можно сказать, сжатый курс. Ну, да, потому что, естественно, за короткий эфир нам сложно будет показать все эти Асаны. Вот, но обычно где-то, ну, полтора часа занимаются именно такой частью. Хорошо, в какую часть сейчас мы переходим? Это так называемая Вирасана, поза война. То есть она очень благоприятно сказывается. Ну, как видим сразу, да, вот, что колени. Вообще, как бы в ведической мудрости, она говорит, что гордый человек, у него больные колени. Потому что он никогда не складывался, не опускался на колени. Он всегда гордый ходил. И вот он сейчас, ну, как бы ложится, то есть он усложняет Вирасану. Вот эта поза очень благоприятна для пищеварения. Да, да, для огня пищеварения. То есть потому что вот эта Асана, она помогает перерабатывать ту пищу, которую мы потребляем. Вот ее можно даже, когда проблемы с желудком, он может выполнять. Вот, он сейчас усложнил ее. Вот, это, она так же вот, позвоночник уйти. Скажите, пожалуйста, вот раз уж про йогу мы говорим, как про спорт, есть ли специальные какие-то мероприятия? Ну, мероприятия-то ладно, есть, а именно, может быть, чемпионаты по йоге, где можно продемонстрировать свой талант, свои знания. Есть фестивали йоги, то есть когда собираются йоги и делятся опытом. Ну, это так же вне конкурсов каких-то. Да, естественно. То есть йога — это не спорт, это не соревнование. Единственное, кого мы должны победить в йоге, это мы сами. То есть такова философия. Самый худший противник или самый лучший, я даже не знаю, как правильно сказать. Да, то есть единственное, с кем мы должны бороться, это мы сами, это наш ум, наши чувства. Вот эта асана тоже очень хорошо влияет на позвоночник. Её вот выполняют обычно йоги. Расскажите, пожалуйста, вот если человек идёт к вам заниматься йогой, ему нужно выбрать одно определённое направление, вы уже великое множество перечислили сегодня в эфире, и также я сегодня сама вычитала. Или вот если человек занимается, скажем, мантрой йогой, он должен заниматься исключительно мантрой йогой, либо занятия идут повсеместно, то есть немножко от того, немножко от того и от другого. Вот эти различные виды йоги, они предназначены для разного уровня сознания. То есть есть люди, которые хотят от жизни только здоровья и всё, допустим. И они могут заниматься просто тогда вот этими упражнениями. То есть это лучшее, что может предложить физкультура, скажем так. Но если человек хочет как-то научиться работать со своим сердцем, то здесь важен звук. То есть человек должен научиться повторять мантры. То есть это уже в зависимости от того, в чём цель нашего занятия. Мы сейчас видим, что Иларион уже принял другую позу. Как эта поза называется? Эта поза называется «Падмасана», знаменитая поза лотоса. То есть в неё не каждый йог может сесть. Сейчас как раз-таки идёт процесс медитации. Обычно вот этой позой заканчивает. Это вот он даже усложнил её, как мы видим. Он сейчас вот на руки поднялся. То есть это очень благоприятно тоже для всего организма. А вообще, говорится, в йоге есть только четыре позы, в которые вообще смысл всех этих асан, в конце концов, чтобы человек научился садиться в четыре позы. И вот одна из этих четырёх поз – это вот «Падмасана». То есть она сложность дастся человеку без спортивного образования. Если делать только «Падмасану», человек никогда не будет болеть. То есть все вот эти гимнастические трюки, они в конце концов сводятся к этой позе. Потому что человек просто садясь и слушая кого-то, общаясь с кем-то, он в это время уже занимается йогой. Поэтому это очень практичная штука. То есть не нужно выделять время, например. Хорошо. Я думаю, сейчас Иларион уже может присесть на диван. Достаточно сегодня продемонстрировали. И я думаю, что для наших телезрителей, безусловно, было очень полезно ознакомиться в целом с программой по йоге. И хочу выразить вам благодарность, что вы сегодня сидите с нами. И так как телезрители, я думаю, сейчас некоторые только присоединились, напомню, имена наших гостей – это Иларион Звягинцев, в частности. Он сейчас вам показывал именно упражнения по йоге, которые вы можете дома выполнять самостоятельно, как я поняла. А также комментировал сейчас вот все позы йоги Рухидин Асанов, преподаватель йоги. Сейчас небольшая рекламная пауза, размолвит нашу беседу, после которой мы вновь будем в эфире и будем ждать ваших звонков. Напомню, что на кону у нас два билета на закрытый показ, на кинокартину под названием «Призрак девушки». Завтра будет показ, дорогие друзья, поэтому поторопитесь. Дорогие друзья, мы вновь в эфире. Извиняемся за технические неполадки, так как мы, напомню, в прямой трансляции перед вами сейчас, и номер прямого эфира 59-2001, мы говорим про йогу, и в частности про мантра-йогу. Такое интересное направление. И сегодня с нами Иларион Звягинцев, мантра-йога, а также Рухиддин Асанов, преподаватель йоги. И мы заговорили и показали уже даже сюжет про мантра-йогу. И вы знаете, не поленилась, зашла в Википедию нашу любимую, посмотрела, что же такое мантра. Это орудие осуществления психического акта, стих, заклинание, молитва. И, в общем-то, столько разных понятий выдает нам интернет. Вот, в частности, первое определение меня засмущало и даже испугало. Орудие осуществления психического акта. Расскажите, пожалуйста, какие психические акты вы осуществляете с помощью мантр? Ну, я удивлён, что так пишут. Честно признаться, я никогда ещё с таким определением не встречался. Скорее всего, акт — это от «экт» действовать. То есть мантра — это в первую очередь психическое действие. А психия, что это? Это же душа. Значит, это духовное действие. Если переведём на русский язык, — духовное действие. Хорошо. Но, тем не менее, именно это определение дано. А почему сказано, что это заклинание, волшебство какое-то? Может быть, есть что-то потустороннее, с потустороннего мира? Какие-то силы, может быть, привлечены? Нет? Смысл мантры заключается... Вы не вызываете каких-то духов? Абсолютно. Нет. А, ну всё, тогда спокойно. Мы настраиваемся на самую высшую абсолютную реальность. Вот это и имеется в виду. Хорошо. С помощью звуков, как я поняла. Да. Самый главный принцип мантра-йоги. Идея не в том, чтобы сыграть красиво музыку, или с красивым голосом произносить её. Даже не в дикции дело. Дело в том, во что превращается, скажем так, наше сердце. То есть насколько мы начинаем работать над собой изнутри. Потому что каждый из нас, он нуждается в этом. Мы все нуждаемся в бескорыстии. Каждый из нас нуждается в тепле, в понимании, в доброте. И мантра, она... Как бы смысл мантры в этом. Чтобы мы освободились от оков, которые не позволяют. Как знаете, в Индии они, знаете, ловят обезьяну следующим образом. Они берут такой яшечек, где есть дырка. И туда ложат банан. Но в эту дырку можно просунуть руку. Но вытащить уже с бананом невозможно. То есть и обезьяна прибегает, она видит банан. Туда толкает руку и пытается вытащить. Но не может. Но в этот момент подходит охотник. А обезьяна всё... Понимаете, мы подобны этой обезьяне. То есть мы не можем отпустить какие-то, ну, скажем так, дешёвые вещи, которые не приносят счастья изначального. И вот мантра, она позволяет нам освободиться от того, за что мы держимся. Вот мы с вами на занятии озвучивали, воспевали главную мантру. Она называется ОМ. Расскажите, пожалуйста, почему она занимает именно такое главенствующее положение в списке других мантр? Не совсем главенствующее. Она просто изначальная мантра. То есть она мантра... Одна из первых. Мантра состоит из этого звука ОМ. Представляете? То есть всё абсолютно просто в разную форму. То есть если прислушаться, можно это услышать. Сейчас даже можно услышать? Да, каждый может услышать. Но есть более интересная мантра. А что это за мантра? Эта мантра называется Харе Кришна. Харе Кришна. Ну, мы, кстати, Харе Кришну, по-моему, тоже на занятии с вами использовали, на нашем пробном занятии, когда мы снимали сюжет. А какие ещё другие мантры есть? И что мы сейчас можем исполнить в эфире уже напоследок? Есть так называемая мантра любви, то есть Аджайя Рада Мадова. Её автором является Бхактин Уттакур, величайший философ, мыслитель начала 20 века. Вот, собственно, благодаря ему во всём мире мы сейчас имеем доступ к мантра йоги. Аджайя Рада Мада. Да, Аджайя Рада Мада. Хорошо. Вы принесли ещё второй инструмент, давайте его продемонстрируем нашим телезрителям. Это такое некое подобие гармошки, можно сказать. Это физгармония называется. Её родина — это Индия, но изобрели этот инструмент французы, я так слышал. Хорошо. Сейчас мы можем продемонстрировать, наверное, уже в прямом эфире. Да. Какие чудесные звуки издают ваши инструменты. И, соответственно, одну из мантр, наверное, городенько ознакомить наших людей, телезрителей всех. С тем, что же такое мантра. Прямо сейчас начинать. Можно начинать. Прямо сейчас 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 начинать петь, если есть. Значит, с опытом просто научились так хорошо петь. Ну, мне кажется, каждый человек, он смысл жизни вообще — это петь и танцевать. Просто люди, они немножко неправильно её используют, то есть им нужна водка, ещё что-то. Но на самом деле каждый человек, он нуждается, то есть каждый человек, он напевает, когда ему хорошо. То есть это нормальное явление, то есть для этого не нужно проходить какие-то специальные курсы. Ну, я думаю, очень символично было, что вы спели песню именно про любовь, так как подводим мы уже итог нашей программы, и тем самым мы желаем всем нашим телезрителям великой и взаимной любви, можно так даже пожелать. И поэтому сейчас рубрика «Свободный микрофон» и от вас пару приятных слов в адрес наших телезрителей. Рухидин, вам слово. Ну, я желаю всему Кыргызстану, да, это моя любимая страна, я здесь родился, я здесь вырос, и как любой человек, который пытается поделиться с некоторым счастьем, я желаю, чтобы каждый человек, он нашёл вот эту изначальную причину всех причин, изначального источника счастья в своём сердце, в нашем любимом Кыргызстане. Спасибо большое вам за столь хорошие слова, Иларион, и вам слово. Хотелось бы пожелать в первую очередь наслаждаться только тем, что приносит действительно счастье не только тебе, но и всем окружающим. И это доступно только если стремиться к духовным наслаждениям высшим, потому что всё материальное, оно рано или поздно закончится. Мы оставим это тело, потому что мы не это тело. И выйдя из него, мы должны петь и танцевать. Спасибо большое. Я лишь присоединяюсь к вашим словам. Спасибо вам большое. И я думаю, что каждый человек на самом деле находит что-то своё, что-то притягательное его в душе, поэтому я рада, что вы нашли себя в занятии йогой, и пусть ваши ряды лишь пополняются. Спасибо вам большое. Такими же активными, интересными людьми, которые ищут гармонию с собой. Спасибо вам. Увидимся с вами ещё вновь, я думаю, в рамках наших программ. И, дорогие друзья, я ещё раз напомню, что программа наша создана при финансовой поддержке компании «Шо.Ро. Родниковой воды. Легенда». И уже подытоживая нашу программу, хочу сказать, что несмотря на то, какую религию или какое увлечение вы для себя выбрали, давайте будем оставаться самими собой и будем заниматься тем делом, которое приносит нам удовольствие. Если вы хотите пополнить ряды йогов, то также добро пожаловать. И, соответственно, уважаемые телезрители, я с вами уже попрощаюсь, к великому сожалению, но хочу сказать вам, что программа наша выходит с понедельника по пятницу каждый вечер с 19.30 по 20.30. И, конечно же, низкий поклон нашим партнёрам – это компания «Шо.Родниковая вода. Легенда», также холдинг «Ассоль». Кстати говоря, в холдинге «Ассоль» открылся прекрасный кастинг на конкурсы «Мини-мисс» и «Мини-мистер», а также брач-реагентство, в котором вы точно сможете найти свою вторую половинку. Наш номер 59-2001. По любым вопросам можете нам позвонить. Разыгрывали мы два билета на фильм «Призрак девушки». Закрытый показ состоится завтра. Наш телезритель Анвар, который до нас дозвонился, наш юный телезритель, который не поленился, зашёл в Википедию и узнал ответ, что же такое «Нирвана» и обосновал нам данный ответ, то, дорогие друзья, Анвара давайте все вместе дружно поздравим с тем, что он завтра идёт на данное кино. У нас ещё масса приятных подарков будет, поэтому оставайтесь на нашем канале. Я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!